Первый в списке визита. Огнеборцев, дом на Пионерской. Хозяин радушно встречает сотрудников МЧС. Посреди жилища стоит русская печь. Рядом лежат дрова. Мужчина как раз готовился к растопке. О безопасном отопительном сезоне, уверяет горожанин, он позаботился заранее. Трещин нет, притопочный лист тоже на месте. Дымоходы прочистили, сейчас всё нормально. Летом даже. Не летом, но в конце лета всё. Подготовили, чтобы было зимой всё нормально. А печка давно у вас? Эта печка, да, давно. Эту печку, что делал нам еврей, уже таких мастеров, наверное, нет. Следующий адрес – социалистическая. Хозяйка неохотно приглашает спасателей в дом. Дрова здесь хранятся прямо в коридоре. В этом случае, видимо, как часть интерьера. Дрова есть, чего не топится печка? Зачем мне? Топись, ладно, неисправно. А, правильно, правильно. Бесправно печку топить нельзя. Меня уже предупреждали, приезжали, штраф подали. Я пытаюсь заработать, отлаживаю деньги, чтобы заплатить. Так и не починили? Уже на пороге чувствуется табачное амбре. Дальше – картина маслом. Закопченная печь, трещины и полное отсутствие цивилизации. Ни света, ни тепла. В самой комнате кадры не для слабонервных. Прямо на ковре возле кровати – россыпь окурков. Но женщины уверяют – этот хаос не их рук дело. Дом, говорят, у них непостоянное место жительства. Дом закрывается и всё, никто не живёт здесь? Я закрывала замок. Приехала. Бас на карапузике. Штебелями лежат, бомжи. Я не знаю, лерний замок сбивать. Я буду менять замок. Реально буду менять замок. Горе хозяйкам вручают памятку и в очередной раз напоминают о безопасности. Курение в постели акцентирует инспектор. Как показывает практика, заканчивается плачевно. Это основная причина гибели людей на пожаре. Ежегодно из 1300 случаев свыше 290 жертв. На протяжении всего ноября в стране и на Бобрущине продолжается акция «Не прожигай свою жизнь». Мы боремся с пожарами так называемыми сигаретными. Очень важно выявить таких граждан, которые ведут асоциальный образ жизни, принять какие-то меры, сообщить в соответствующие органы для реагирования. В Антитопе и неисправные печи. Эта проблема горячо. Актуальна в осенне-зимний сезон. Подобные возгорания спасатели фиксируют ежедневно. В Беларуси только в прошлом году их зарегистрировано свыше тысячи. В этом уже более чем 900. Стоит помнить, от неисправной печи до пожара всего один шаг. Ольга Васенда, Максим Галеонко, Бобруйск, 360.